МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Мусорный коллапс в Омске отложили до конца года. Что будет с единственным официальным полигоном отходов и почему власть не может найти ему альтернативу? Полосы с препятствиями. Почему пешеходные переходы опасны для жизни и как привести их в порядок? Вячеслав Двораковский обещал, что все дороги в Омске починят к 2025 году и рассказал, что не исключает возможности задержаться в кресле мэра. Под флагом Монако. Почему омичи выйдут на старт лыжней России как жители другого государства? В Новой Варшавке на этой неделе объявили режим чрезвычайной ситуации. В поселке дефицит чистой питьевой воды и, по словам местных жителей, вспышка ротовирусной инфекции. После карантина не открылись школы, не работают детские сады. Единственная в районе скважина, которая обеспечивала водой 7,5 тысяч человек, вышла из строя. Мощности резервной, которую запустили рабочие, не хватает. И теперь люди вынуждены топить снег или покупать бутилированную воду. Денег на ремонт водопровода, который изношен на 80%, в бюджете нет. Не на что пока починить и скважину. Добавлю, что проблемы с чистой питьевой водой в районе возникли не впервые. Летом 2013 года из-за жалоб людей на качество воды и проведенной прокуратурой проверки здесь уже был введен режим ЧС. А в областном центре едва не возник мусорный коллапс. Но его отложили, по крайней мере, на 11 месяцев. Приостановил работу Надеждинский полигон. Единственная площадка, которая принимала отходы со всего города. Дело в том, что закончилась лицензия на сбор и обезвреживание ТБО всех классов опасности. На экстренном совещании в Министерстве строительства, как сообщал официальный сайт ведомства, было принято решение, что заработают два полигона в черте города. Хоть это и нарушало федеральное законодательство. Однако не открылись и они. С 6 февраля на сайте ЖКХ-сервис, которая занималась приемом отходов на Надеждинском полигоне, появилось объявление о том, что площадка заработала, но в режиме временного накопления. То есть размещать отходы можно на только 4-го и 5-го классов опасности лишь на 11 месяцев. А что же будет дальше? В Министерстве строительства региона упорно хранят молчание, впрочем, как и в Министерстве природных ресурсов. При этом где, как и на какие деньги создать новый полигон, не могут решить уже второй год. Хотя даже присмотрели земельный участок. Это территория в Таврическом районе, которая предполагается. Ну, не знаю, по-моему, там уже даже два раза конкурс проводили на проектирование, никто не нашелся. Так сказать, конкурс не проведен. Частные инвесторы в Омском регионе в очередь не стоят. И вряд ли при таких условиях эта очередь будет. Потому что это очень большие деньги. И эти очень большие инвестиции, они должны каким-то определенным образом гарантироваться. Это вопрос больше к правительству. То есть это же государственный вопрос. В принципе, они сами могут выступить, скажем так, инвесторами. Они сами могут за счет бюджета строить полигон. Представители прокуратуры на этой неделе потребовали для водителя, сбившего на пешеходном переходе мать с тремя детьми, почти 3,5 года тюрьмы. В суде начались прения по этому громкому делу. Напомню, осенью прошлого года бывший военный Аладдин Горчуев ехал по улице Светловской и, потянувшись за пачкой сигарет, не заметил переходящих дорогу 33-летнюю женщину с детьми. Шестилетняя девочка погибла на месте, а ее мама, годовалый и трехлетний брат получили серьезные травмы. Мужчина с места происшествия скрылся, а пришел с повинной только когда его объявили в розыск. Тем не менее, в суде мужчина заявил, что раскаивается, свою вину признает и смягчение приговора не просит. Напомню также, что семья пострадавших потребовала с Горчуева 25 миллионов рублей, однако тот выплатил им 30 тысяч, сославшись на то, что пенсия единственный источник его дохода. Добавлю, после трагедии по требованию прокуратуры на пешеходном переходе должны были нанести разметку и установить освещение, однако этого до сих пор не сделали. И это не единственный случай, когда после трагедии ситуация на опасном участке не меняется. Так, пешеходный переход на улице Омской, на котором в прошлом году подскользнувшись погиб 11-летний мальчик, этой зимой также в ненадлежащем состоянии. Налить на спуске к дороге, снежные валы, из-за которых не видно проезжей части и зачастую отсутствие освещения. Кто в ответе за пешеходные переходы и как их состояние может измениться в ближайшее время, расскажет мой коллега Данила Выжевский. Александр Копейкин до сих пор водит внучку в школу, хотя идти до нее всего несколько минут. Но на пути опасный пешеходный переход. Подобраться к нему сложно даже взрослому человеку. Если здесь за спиной еще знаки висят, проблема к ним подойти, когда на рост снега бывает, что съезжаешь на проезжую часть. На Сарапятской вообще знаков нет. И таких переходов в городе десятки. От наледей и сугробов на зебрах страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. Причин, почему водитель может не увидеть пешехода даже на зебре, очень много. Это и неработающие фонари, и неубранные сугробы. Да, часто даже бывает, что нет разметки. Поэтому спор, кто прав, наверное, никогда не за... Куда ты едешь? Куда ты идешь? И у пешеходов проблем не меньше. Переходы чистят плохо, много наледи. Одно неловкое движение, и можно попасть прямо под колеса. Так и произошло год назад. На переходе возле школы под колеса маршрутки попал десятилетний мальчик. Просто скатился с обочины, говорят очевидцы. Ребенок подскользнулся на тротуаре, и под колеса залез. У меня самого двое детей, и такой же воздух. Меня просто сейчас колотит конкретно. Я не могу к себе прийти еще. Как и год назад, этот переход по-прежнему занесен снегом. О трагедии напоминает только венок на столбе. Всего, только по официальным данным, в Омске около 150 пешеходных переходов, нуждающихся в очистке или вообще доработке. Уже более 240 пешеходных переходов обследовано. Выдано 136 предписаний на устранение выявленных недостатков. Кроме того, составлено уже 15 материалов за неисполнение данных предписаний. То есть эта работа проводится ежедневно. Самые распространенные нарушения неправильная разметка, налить и плохое освещение. За невыполненное предписание чиновники должны будут заплатить штраф. 3000 рублей. Но директор департамента строительства заявил, особого внимания пешеходным переходам уделять не будут. Написано, от такой улицы до такой улицы сделать освещение. Пешеходных переходов, как таковых, в судебных решениях нет. Просто по улицам делается освещение. Естественно, если на ней есть пешеходный переход, мы его будем освещать. Его начальник вообще предпочел избежать разговора на эту тему. Возможно, именно из-за такого отношения к безопасности омичей, зебра по дороге к школе на 3-й транспортной превратилась в заезд на парковку. Родители привозят детей, чтобы для удобства их поближе к школе заезжать через подзнаки пешеходные обозначенные. И прямо на пешеходной зоне машины оставляют свои. То есть с детьми не пройти, дети одни уже теряются. Получается полоса препятствий своеобразная, чтобы человеку пройти к школе. Уже неудобства большие. Родители обращались и в ГИБДД, и в мэрию, но ситуация изменилась только, когда в проблему вмешались журналисты. Через два дня въезд перегородили забором, оставив проход пешеходам. Оказывается, обезопасить переходы можно. Ничто не запрещает оборудовать самые аварийные лежачими полицейскими. Или по-другому подойти к проблеме освещения. В Москве, например, в качестве эксперимента включают дополнительную подсветку. Теперь зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и сама опора. А в Омске полицейские советуют горожанам обязательно надевать одежду со светоотражающими элементами. Тогда шансы, что водители заметят их на дороге, будут немного выше. Данила Выжевский, Артак Мурадян, Дмитрий Головко и Александр Ибуха. Омск здесь. После рекламы расскажем, почему в Омске снег будут убирать до июня. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Мэрия Омска продолжает искать технику для уборки городских магистралей от снега. На этой неделе прошли очередные торги. Отмечу, что искать спецавтомобили начали еще в сентябре. Однако после четырех несостоявшихся аукционов администрация решила отказаться от покупки в лизинг и готова приобрести необходимые машины, что называется, за реальные деньги. И вот в минувший понедельник прошли сразу два аукциона на поставку пяти подметально-уборочных машин и одного погрузчика. В понедельник, 13 февраля, должны определить поставщика еще шести самосвалов. Что ж, очень вовремя. И эта неспешность чиновников сказывается на качестве уборки улицы и объемах вывезенного снега. Сейчас по информации мэрии из города свезли 400 тысяч кубометров снега. Всего же за зиму планируют избавиться от 700 кубов. И этого, по утверждению городской администрации, достаточно, чтобы избежать последствий весеннего паводка. Однако сравним, сколько снега убрано в других городах. В Кемерове, который по площади в два раза меньше Омска, снега коммунальщики с начала зимы вывезли уже в четыре раза больше, более полутора миллионов кубометров. В Новосибирске в пять раз больше, даже в Томске вывезли уже в четыре раза больше снега, чем в Омске. При том, что количество осадков, выпавших в этих городах с начала зимы, разнится незначительно. Впрочем, чтобы все же справиться с большим количеством снега при нехватке собственной техники, мэрия готова брать ее в аренду. Так, на сайте госзакупок размещена заявка на транспортные услуги всего на 6 миллионов рублей. Недоумения вызывают сроки контракта до 1 июня 2017 года. Хотя, очевидно, даже учитывая суровый сибирский климат, так долго снег в Омске не лежит и окончательно растает уже, скорее всего, к середине апреля. Вопросов на самом деле много, но очень часто получить ответы на них не так просто. Впрочем, сегодня у нас такая возможность есть. В нашей студии мы Ромска. Вячеслав Двораковский, Вячеслав Викторович, приветствую. Вот как раз сейчас мы говорили об уборке улиц от снега. Почему-то в последние годы это вдруг стало проблемой, что ли? Причина в том, что об этом много говорят, в чем, да? Ну, это действительно трудно объяснить. Вывозим в этом году с улиц ежесуточно достигли уже 8 тысяч кубических метров снега в сутки. Работаем круглосуточно, где-то порядка 390 единиц техники выходит для этой цели. Дополнительно к этому, что уже имеем как результат, отторговались, привлекаем технику. Числа с 15 февраля она уже выходит. Не поздно ли сейчас? Все-таки уже февраль, может быть, чуть раньше надо было, если не хватало техники. Вот мы на сегодняшний день вывезли 430 тысяч кубических метров снега. Этих объемов достаточно? Вот нет. А тут как раз, давайте это... По порядку. К объективности ближе, да. Понятно, что мы получаем критику, достаточно, так сказать, объективная бывает. И связана она-то с тем, что проезды межквартальные, дворовые территории. Никто не делает разницы, что во дворе он должен убирать врачи компании, тот, кто дом эксплуатирует. А межквартальные проезды – это наше. Да, мы не успеваем. Мы это делаем с опозданием. И, конечно, там условия не самые лучшие. Но мы, опять же, объективно говорим, техник у нас не хватает. Еще одна проблема, тоже актуальна, это пассажирские перевозки. Многие сейчас вот эту ситуацию, которая сложилась в городе, называют не иначе, как войной между муниципальным транспортом, муниципальными пассажирскими предприятиями и частниками. Когда она закончится? И главное, чем? Для пассажиров, в первую очередь. Ну, задача поставлена следующая. Значит, сохранить муниципальный транспорт. Я, если буду повторяться вот с этим тезисом, то я буду делать сознательно. Есть большая группа нелегальных перевозчиков. Те, которые никогда не регистрировались, те, которые никогда не платили налоги. У них была просто, так сказать, лицензия на перевозку, которая дает право, так сказать, вот участвовать на невыполнении никаких дополнительных требований, в том числе не выплачивая налоги. Вот эта категория должна с рынка уйти. Закон не позволяет им работать. Поэтому наша жесткость в выполнении закона, это жесткость в выполнении закона, не более того. И поэтому к нелегалам у нас такое отношение. Я думаю, у нас хватит и силы, и воли все в рамки закона ввести, и пассажиры должны почувствовать все равно улучшение. Пислав Викторович, это будет все-таки синтез частников и муниципалов? И когда вот это облегчение, о котором вы сказали, вот в полной мере пассажир все-таки почувствует? Сколько времени для этого нужно? Я думаю, что сегодня ухудшения не будет, а улучшение наступит к концу 2017 года. Коррупционный скандал с департаментом имущественных отношений, архитектуры, градостроительства вызвали огромный резонанс. Хочется понять, с чем все это связано? Неудачная команда была подобрана? Дурное наследие вам досталось все-таки, и роль эту сыграла свою? Или может быть запутанность законодательной базы во всей этой сфере? Что касается департамента архитектуры, сегодня вопрос находится, как мы видим, уже более года в суде, пока завершения его нет. Значит, видимо, действительно сложный вопрос, и наверняка и суд, и следственные органы занимаются этим так долго, чтобы не допустить ошибки. Что касается других нарушений, там явно, так сказать, совершены преступления. Вот, ну что делать? Это дурное наследие или команда, которая неудачно была подобрана, скажем? Ну, вот там, где выявлены эти нарушения закона, да, можно сказать, деяния преступные, да, это все люди, которые работали в этом, у нас в администрации города Омска, а не из вновь пришедших. Считаете ли вы, что между городом и областью трения, назовем это так, неизбежны? Или это, в принципе, только омская традиция, что ли? Во всех территориях есть определенные проблемы этого свойства, связанные с законодательством, неурегулированностью, так сказать, полномочий и финансирования. Не только омская традиция. Не только омская традиция. Просто в Омске, вот, наследие наше, так сказать, там, 98-го года, да, вот оно настолько, так сказать, закоренело, настолько силу приобрело, что, вот, так сказать, сейчас все попытки от этого уйти, все равно оставляют ощущение наличия вот этого противостояния. На селе ситуация, может быть, даже хуже, чем в городе, по большому счету. И у губернатора всегда выбор, да? Ну, может быть, он не всегда оформлен, так сказать, так, благозвучно, что ли, да? Вот, но, тем не менее, вот, в адрес города мы порой получаем критику, которую воспринимаем как несправедливую. Вячеслав Викторович, еще раз мэром готовы стать? Я помню, вы говорили, что вроде как нет, но вдруг передумали или не передумали? Значит, что было, какое решение было принято, какое мое отношение к этому было, оно и осталось. Мэр должен по итогам предыдущего года отсчитаться на одном из трех последних заседаний городского совета. Вот, я думаю, вы видите, стоит отсчет. И, как я говорил прежде и повторю сейчас, я почувствую оценку и населения, и депутатов городского совета, и всех, кто заинтересован в том, чтобы подвести итоги. И только тогда приму решение, что делать дальше. Спасибо, Вячеслав Викторович, что нашли время, пришли к нам в студию. И ответили на наши вопросы, а мы продолжаем программу. И в продолжение темы выборов. Всенародно избирать мэра больше не будут. Эту схему, работавшую последние 20 лет, изменили. Теперь кандидатов на пост городоначальника определяют депутаты горсовета и утверждает губернатор. К слову, накануне выборов самих депутатов в горсовет в Омске изменили схему территориальных округов. Зачем? Горсберком решил перетасовать избирателей, и как это повлияет на политический расклад на следующих выборах, расскажут мои коллеги. Перекройка границ избирательных округов для депутатов процедура, в принципе, привычная. Они менялись под каждую избирательную кампанию. В этом году это впервые делается на 10 лет и в условиях строжайшей секретности. Большинство парламентариев новую карту даже не видели. В горизберкоме уверяют, пересмотр границ округов необходим из-за того, что численность избирателей изменилась и появились новые участки. Теперь из-за сохранения старых границ одномандатных округов или появления новых началась кулуарная борьба среди депутатов Омского горсовета и лиц, планирующих идти на выборы. Первый вице-спикер Омского горсовета Василий Мамонтов недовольство депутатов новой схемой не комментирует. Однако, по его словам, карта, представленная горизберкомом, еще может поменяться, да и особых изменений она не претерпела. Впрочем, если сравнить старую карту с той, которую, скорее всего, предложит горизберком, видно, что границы некоторых округов изменились значительно. Например, первый, ранее напоминавший квадрат, теперь больше похож на якорь. Часть его бывшей территории теперь относится к третьему участку. Четвертый округ вообще потерял электорат на правом берегу Иртыша. Из-за голоса этих избирателей теперь поборются депутаты пятого округа. Риски очевидны, ведь новая схема отчасти обесценивает работу, проведенную депутатом в старых границах округа. Найти карту округов простому избирателю в интернете невозможно. Ее там нет. Не видели документы большинство народных избранников, кроме членов профильного комитета горсовета. Получается, что еще до старта избирательной кампании создаются неравные условия для ее потенциальных участников. Но проблемы, по мнению политологов, могут возникнуть лишь у новичков и темных лошадок. Когда твой округ перекраивает, конечно, это очень неудобно. Потому что депутаты работают с КТОСами, со школами, предприятиями и так далее. Перекройка округов беспокоит прежде всего тех избирателей, я уверен на 100%, кто мало что из себя представляет. Для них будет проблема, конечно. Что же касается выборов мэра Омска. Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. И новый мэр будет впервые избран не всенародно, а депутатами горсовета. По представлению конкурсной комиссии из 12 человек. Половина которой назначается губернатором, а другая выбирается депутатами по одному представителю от каждой фракции. И два почетных гражданина Омска. Потом за кандидатов голосуют на заседании горсовета. Победителем считается тот, кто наберет не менее 21 голоса в парламенте. Если же произойдет чудо, и старый состав горсовета не утвердит кандидата в мэры, то вопрос можно будет перенести на рассмотрение депутатов нового созыва. А тех, в свою очередь, пугать распуском. За недееспособность. Чем опасна гомеопатия и почему омские лыжники будут выступать под флагом Монако, расскажем после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин H.P.I.P. Город звучит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Решили не привязываться к патриотизму или просто ошиблись? Амичи в интернете активно обсуждают атрибутику «Лыжни России-2017». Привычный глазу триколор на шапке участника массовой эстафеты выглядит странно. Вместо российского триколора две полоски красного и белого цветов. Государственный флаг Монако, где и снег, в общем, очень редкое явление. В региональном Минспорт объяснили атрибутику, прислали из Москвы и пообещали за пару дней до старта поинтересоваться у федеральных коллег, почему был выбран именно такой дизайн. Впрочем, менять его, скорее всего, не будут. И «Лыжню», как шутят участники забега из нашего региона, 8 тысяч мячей вместе с остальными россиянами побегут под флагом Европейского княжества. Это делают известные футболисты, президенты и даже короли, как считают ученые, зря. Одна из самых обсуждаемых тем этой недели – объявление гомеопатии лженаукой. Так, специальная комиссия Российской академии наук пришла к выводу, что за два века врачи-гомеопаты никого не вылечили и вообще вполне возможно только навредили своим пациентам. Что ж такое гомеопатия и с чем ее едят, разбиралась Алена Бензик. В переводе с греческого «гомео» похожий патос болезни. Лечение этим методом работает по принципу народной пословицы «клин клином вышибают». Допустим, если взять мышьяк, при отравлении мышьяком появляется озноб, тремор и диарея. А если взять в малых количествах мышьяк, то можно ими лечить дизентерию. Гомеопатические средства готовят из минералов, животных и растительных тканей. А рецепт зачастую незамысловат. Разводим нужное вещество в воде от одного до нескольких сотен раз и получаем жидкость, из которой делают гомеопатическое лекарство. Кажется, это то же самое, что растворить каплю в море. И шанс найти лечебную молекулу в тонне воды, ну, один на миллион. Но гомеопаты уверяют, что вода помнит, какое в ней было вещество, и этим самым лечит пациентов. Как работают сахарные гранулы, до конца не изучено. Помогает железный довод излечившихся. Елене Асташенко неважны научные объяснения. Достаточно того, что гомеопатический препарат подействовал и вылечил ее. Я не стала лечить традиционными методами. Я сразу пошла к гомеопатии, потому что я не хочу лечиться этими препаратами гормональными, которые влияют на все, на все, в общем-то, разрушают организм. Я даже и не попыталась этим лечить препаратами, и поэтому сразу обратилась к гомеопатии. И результат отличный был. То есть я пролечилась гомеопатическими средствами, и, соответственно, все ушло. И ушла киста в яичнике, и ушли полипы. Отсутствие побочных эффектов единственный плюс гомеопатии, считают медики. При этом подчеркивают, что сахарные шарики с микродозами ядов опасны. Пострадавших гомеопатии довольно много. Но в основном они пострадали своим карманом, глупостью и тем, что не обратились своевременно за нормальной медицинской помощью. Обычно такие люди чувствуют себя дураками и не любят рассказывать, как они попались и лечили геморрой гомеопатическими огурцами. Доктор психологических наук Дмитрий Четверяков без сомнения говорит о гомеопатии как о лженауке. При этом профессор признает, что пациентам помогает вера в чудодейственные таблетки. Мы видели ситуацию, когда от невинного глицина, от которого ни холодно, ни жарко, который вообще никаким образом не влияет на, слава богу, на нашу внутреннюю среду, человек спал сутками. Он верил в это, знаете, как святая вода. Она помогает, помогает абсолютно здоровым людям. Но какой может быть эффект плацебо, если речь идет о животных? Ветеринарная гомеопатия популярна в сельском хозяйстве. Многие фермеры уверяют, что именно благодаря ей отказались от антибиотиков. Поэтому приверженцы гомеопатии обвиняют в лоббировании своих интересов фармацевтических компаний. Алена Мензи, Картак Мурадян, Сергей Степанишин, Евгений Слепов, Алексей Попов. Омск здесь. Скандал недели. Американскую певицу Кэти Перри оскорбил омский писатель. В своем романе «Ноктюр» он фактически назвал ее проституткой. Отмечу, что опубликовал свое творение Михаил Матвиенко на одном из сайтов для писателей. И в общей сложности его прочли всего полторы тысячи человек. Якобы, в том числе и Кати Перри, которая была так возмущена, что направила жалобу, куда бы вы думали, в прокуратуру Ленинского административного округа города Омска. Удивительно, но оказалось, что адвокаты поп-звезды идеально подкованы в российском законодательстве. Ведь так быстро разобрались, куда именно направить жалобу. В адрес омских правоохранителей пришло письмо от гражданки США Кэтрин Элизабет Хатсон. Это настоящие имя певицы. К письму даже приложили копию паспорта американской звезды. В тексте Дива описывает, как сильно ее чувство ранило произведение Михаила Матвиенко, где он сравнивает звезду с женщиной легкого поведения. Возмутило-ка теперь и фото обнаженного писателя, которое он якобы ей выслал. Омские прокуроры передали дело в суд. В результате Матвиенко признали виновным и оштрафовали на 3000 рублей. Правоохранители утверждают, что причин сомневаться в подлинности жалобы нет, ведь электронный адрес достоверен. А на остальные проверки нет времени и полномочий. Дело-то административное, а не уголовное. Запрашивать у американской стороны нужные документы нет возможности. К слову, в интернете можно найти десятки шаблонов заграничных паспортов и без труда вставить нужную фотографию. Кстати, судебное разбирательство – хороший пиар для книги Матвиенко. Всего за 3000 рублей. В прошлом году писатель уже прибегал к подобным методам. Тогда его якобы хотела засудить Бритни Спирс. Правда, выяснилось, что он сам подал на себя в суд. Привлечь к себе внимание Матвиенко удалось. О нем написали почти все федеральные средства массовой информации. Находчивости вам и удачи. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин